всем привет ребята всем хорошего дня хорошего настроения у нас сегодня с вами творческая болталка будет сижу режу заготовки и появилась у меня большое желание выйти в эфир с вами пообщаться настроение нет совсем настроение нет сегодня чё 23 декабря новый год на носу а настроение вообще не новогодние пишите как у вас дела есть у вас предновогодние это самое настроение что опять какая-то пандемия начинаются какие-то болезни и рви сегодня ездила в больницу опять этот температуру опять измеряют при входе маски носят вот хочу ездила в больницу начну сначала себя ладно начну себя и пойдем по порядку такой будет откровенный влог ну хочу поделиться с вами почему если вот душа у меня хочет рассказать значит расскажу вам как есть почему я лежала в больнице в я лежала потому что потому что стоила да мы вернулись беременные до беременные мы вернулись и получается по приезду я пошла сразу сделала узи чтобы подтвердить сначала в платную пошла поликлинику подтвердить беременность что она правильная как она маточная не замершая что все живое вот все было хорошо всем не подтвердили беременность казались хорошо пожелали мне пожелали мне легких родов уже и и я пошла вставать на учет на учете пошла вставать наверно когда седьмая восьмая неделя что ли пошла в поликлинику встала на учет мне дали этот список врачей а я к слову сказать вообще не больничный человек при в школе наверно как ходили когда нас мы водили всех там до к врачам а когда вот уже выросла я даже не помню для последний раз в больнице было и все тут начала уже ходить сдавать анализы все там кровь туда-сюда окулиста психолога кого там еще надо было пройти короче всех прошла кроме стоматолога по моему до стоматолога не дошла и вот у меня заболел живот заболел живот у меня 24 ноября вечером как-то он причем начал так слегка побаливать я 2 читать вроде как не сильно вроде как перестройка организма там ничего страшного а потом к вечеру уже начал сильнее болеть саша вызвал скорую скорая приехала меня забрали и прооперировали меня 24 оказывается это было в общем прервалась моя беременность на три месяца по мне надо было уже в понедельник на первый скрининг идти и этот скрининг не состоялся все мне сказали сохранять вам уже там нечего и вот ночью сделали эту операцию вот вот неделя пролежала в больнице пролежала неделю а потом у мамы тоже началось там я говорила тоже она лежала в больнице но мама уже серьезная болячка не первый год она с ней борется и тут она что-то опять у нее проснулась и получается жидкость не уходит из ну как в животе в брюшной полости жидкость не выходит короче и мотают ее туда-сюда и она полежала неделю в больнице и сказали прокалывать рано вам там у вас всего 4 литра 4 литра представляете да и сразу на пятилитровку вспомнила посмотрела она мне перед глазами было когда мы с ним по телефону разговаривали это как вот таскать до каждый день на себе 4 литра низкому сказали не делают прокол я почитала и правда там проколы делают у кого-то там и по 17 по 10 литров а 4 это мало ну выписали ее она дома еще сколько уже прошло тоже неделя-две она так и ходила вроде как ей полегче но так немного немного полегче но все равно ничего там не уходит и лечение которые там прописывали до таблетки она не помогала и вот сегодня они уже они вчера по моему хотели или когда они вот ездили в больницу в одной больнице ей говорят у вас мало жидкости прокалывать не будем в другой больнице и дают направление направление на этот прокол и вот так вот туда-сюда ее не знаю как футбольный шарик мяч больный мяч и отфутболивают сегодня не вот поехали я сейчас я звонила не могла дозвониться сегодня не ездили с папой в больницу хотели чтобы уже ее положили сейчас ей звоню не могу дозвониться звоню папе на говорит спит мы домой приехали в итоге не не стали не осталось она в больнице что они вернулись домой я вчера приезжала она уже не может ей тяжело ходить она лежит уже 90 процентов времени потому что она когда сидит это все жидкость она давит же на все и кашель при разговоре и просто уже тяжело ходить сидеть в основном просто лежать сейчас проснется позвонит сама наверно я тоже и названивает не охота что я знаю что и все названивают сестры родственники всем тоже как чё как чё каждый день тоже я знаю что меня бы это раздражало поэтому и вроде как это не хочется беспокоить но но надо надо узнать я говорю тоже как почему не кладут если и ну видят что уже тяжело человеку она уже я говорю чё зачем ты сегодня пятница я грачу в пятницу поедете чтобы лежала субботу воскресенье врачей же нету мне уже все равно хоть пятница хоть воскресенье уже все если до этого она говорила да я дома нормально полежу подожду то сейчас уже это же самое уже терпение нет ходить с таким полным животом в общем такие дела ребята так что созвонюсь мама знаю как у нее дела если что вы просто думаю с камерой мы значит туда поедем я не знаю снимать это все почему ну не знаю может это эмоции может не эмоции ну-ка какой-то а нож по она горит меня отправили в кабинет она просидела там тоже не знаю сколько прождала эту очередь один врач правил там к другому она просидела играть захожу мне ножку предлагают наград мне зачем чем не это нож по мне надо а он говорит вам тогда направление надо или чё на этот прокол она говорит так она у меня есть она тогда вам надо обратно туда к тому врачу идти и вот такая вот история из кабинета в кабинет из больницы в больницу а по сути время идет сегодня 23 сейчас неделя осталось новогодние праздники и если это до нового года тоже не решится все она просто каждый день их уху хуже и хуже и тяжелее потому что я приезжала я вижу что у нее был ладно не буду нагнетать я тоже как бы это что было вроде поменьше сейчас смотрю него вы уже живот побольше и чё она говорит вроде уходит жидкости вроде не уходит и сколько ее там уже тоже неизвестно вот такие дела а еще же не все чё я хотела мусор выкинуть вот разговорилась то разоткровенничалась с вами ну накипела да накипела может быть тоже кого-то нет настроение также как у меня и мы найдем друг друга вот саша саша мне сегодня говорит а он знает что у меня тоже сейчас такое состояние не знаю гормоны гормоны что это какой-то от смеха до улыбки от смеха до плача не знаю одна секунда могу смеяться могу заплакать но не сегодня говорит сейчас вот она ехал что-то ты говорит раскабанела представляете подписал себе сперстный приговор одной фразой просто я знаю я поправилась да на 5 килограмм на 5 может быть на 6 с того момента как могут с таиланда приехали да как три месяца практически этой беременности было и я все это прекрасно понимаю и он мне еще и он это я вот буквально недавно говорила что ну депрессивное такое состояние что все в кучу чё-то и вообще короче такое такое себе настроение и то что и располнила и то что и и вообще вся ситуация в общем и у мамы тут все все не так как хотелось бы вот и вот он еще нет фразы долбанул мне я бы все с тобой разговаривать собираюсь больше сам ты говорю кабан знаете мог бы до сказать там что-то ты поправилась айксиме туда то это может на диету может мы похудеем чуть-чуть чудо ты это располнила да поправилась что-то ты раскабанела все у меня занавес прям у меня занавес я пошла искать себе новое жилье на авито квартиры смотреть и смех и грех короче поднимаем настроение как можем все равно без юмора без улыбки никуда поэтому сижу режу сейчас брошки 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 буду резать надо убираться дома вообще ужас я ведь хотела здесь на днях я прям уже собиралась встать и начать уборку и слышу ключ в замке и саша домой рано приехал я думаю ладно не судьба вот такие два ребята пишите как у вас дела как вы поднимаете новогоднее настроение какие может методы способы есть и да все будет хорошо конечно все все поправимся все поправимся я уже поправилась вот худеть худеть надо будет худеть скоро до скоро по ходу начнется серия роликов диета не диета похудение день 1 похудение день 2 потому что мне тут чем не сказали после операции этой что там месяц нельзя там физических нагрузок и до этого я как узнала что беременна конечно такие физические нагрузки пирожки у меня пошли конфеты я так расслабилась я у меня первая беременность и это первые были несколько месяцев когда я просто не загонялась за вес за за количество еды конечно все равно в меру но всякие вредности там булочки конечно я себе стала позволять побольше конфетки печеньки но все ну значит так надо было значит так надо было не продолжилась моя беременность и как-то так вот вот такие вот вам откровения в пятницу вечером честно верно пойду за заклинить алкоголем или нет не знаю нет буду брошки клеить там посмотрим все ладно всем пока всем хорошего настроения не депрессуйте а если депрессуйте то чуть-чуть чуть-чуть депрессовать и обратно позитив пытаться выходить все всем пока ребят